Hola amigos, добро пожаловать, bienvenidos на канале Kiki Мексиканец Надеюсь, что у вас все хорошо Пожалуйста, простите мой голос Сегодня у меня более низкий тон И сегодня я хотел поделиться с вами о всем странной вещи, которые мы, мексиканцы, делаем Может, это и везде в Латинской Америке Но в России они очень странно смотрятся И из-за этого у меня были очень много неловких ситуаций Хотите узнаться какие? Пожалуйста, оставайтесь со мной до конца видео Номеро uno Мои друзья из России очень часто удивляются Когда они слышат, о чем я говорю своими друзьями в Мексике Потому что мы можем говорить о очень личных вещах И это мы обсуждаем И почему ты такие вещи с ними разговариваешь? Может быть, это очень приватные вещи? Здесь мне показалось, что в России не всегда так принято Когда ты, допустим, можешь говорить о твоей отношении Какие-то более личные вещи И в России-то кажется, что это только тебе касается И никому не надо говорить И большое отличие в Мексике Это то, что мы можем говорить о очень приватной теме И так легко, как мы говорим о погоде И, пожалуйста, напишите в комментариях Как открыто вы можете разговаривать с своими друзьями Вы можете тоже какие-то супер личные темы обсуждать Это было бы хорошо Или вы тоже считаете, что это нужно только при себе И, допустим, если у вас есть тема по поводу отношений Только вы говорите с человеком, который в отношении И все То есть какие-то советы или что-то спросить у друзей И это не принято Номеро dos Это, конечно, очень часто делают в Мексике А я заметил, что я начинал это делать в России А люди мне смотрели Типа, что ты делаешь Это у нас принято, что ты можешь кушать и ходить У нас в Мексике есть очень много уличной еды Поэтому очень принято, что пока ты гуляешь Ты идешь и ешь А я заметил, что в России практически никто не кушает Пока гуляет или пока ходит А у нас в Мексике нормально А живя в России, я понимаю, что это не очень хорошо Потому что люди в Мексике могут кушать в транспорте Представляете, в автобусе или в метро Конечно, это очень нехорошо Потому что там можно загрязнять Общее постранство И, конечно, мне кажется, лучше просто посидеть и поесть Номеро tres И это связано с одеждой Здесь хочу уделить на две очень смешные моменты Первый – это то, что когда я был в Мексике Мне очень понравились какие-то мексиканские футболки И я купил несколько одинаковые Потому что мне понравилось И когда начинал подарить эти футболки в Москве Они все были очень рады Потому что было красиво Я сказал Да, ты представляешь? А я купил такую же для себя Ах, хорошо Да, я думал, было бы классно Что когда мы пошли гулять Мы одели одинаковые футболки Что? И мне показалось интересно Потому что, не знаю, в Мексике Ты можешь договориться с друзьями Как ты будешь одет И как Чтобы было вместе Мне кажется, это больше девушки делают Но иногда тоже Когда парень, когда друзья И хотят что-то показывать Что это какая-то банда Это может тоже одеваться И мне кажется, в России Не очень принято И то, что я думал Что будет им радовать Что у нас будет как Типа, как команда И я помню, что меня спросили Эй, ты будешь одевать такую футболку Которую тебе подарил? Чтобы я не одел Я думал, правда Было бы классно Что мы ходить В одинаковых футболках Здесь, конечно У меня есть предположения Пожалуйста, исправьте Если это не так Мне показалось Что действительно Когда было в Советский Союз Было очень мало моделей Я помню, что когда Смотрел детские фотографии Практически у всех Было один и то же Вид кроссовки Мне было очень смешно Потому что мне показалось Что то и девушке И то и мальчике Просто один модель кроссовок И после этого Люди больше стремятся Какие-то более индивидуальные В подходе моделей И поэтому не очень любят Когда все одинаково Пожалуйста, напишите В комментариях Если это действительно так Напишите Если вы были очень рады Что ваши друзья Подарили одинаковую футболку Что вы все вместе надели Или все-таки Вы не любите Одеваться одинаково И вторая часть Связана с одеждой Как вы знаете В Латинской Америке Мы очень сильно Любим футбол И мне показалось Очень интересно Что в Мексике Люди Просто так Одевают Футболки С ворной Мексики Просто так Чтобы гулять Некоторые могут ходить На работу С футболкой С ворной Мне было бы Очень интересно Увидеть Как люди Ходят на работу С футболкой С ворной Своей любимой команды Это было бы странно Наверное В России А в Мексике Вообще Это панно Нормально И пожалуйста Напишите В комментариях Если вы ходили На работу В футболке Вашей Любимой Футболной команды Это было нормально И номер 4 Это конечно Как мы Поздоровимся С девочками Например Когда у тебя Кто-то Познакомит С подругой Хотя Это первый раз Что ты Ее увидишь Но поскольку Она Друга Твоего друга Это значит Что есть Уже Какая-то Связь Ты можешь Сразу Поцеловать При встрече Я помню Вначале Мне было Очень неудобно Когда Мои русские Друзья Мне познакомили Со своими Подругами Русские И я Начинал Всем целовать Это правда Я очень аккуратно Все это сделал Но Они просто Так Стояли Мне было Это дико Неудобно Сразу я понял Что это не принято Хотя В Мексике Это нормально До сих пор Для меня Есть какая-то Трудность Потому что Мне кажется Просто давать руку Девушке Это Ну как-то Это как Эй пацан Хочется Как-то более Тепло И второй вариант Махать голову Или руку И сказать Привет Катя Привет Наташа Привет Вер Привет Стол Привет Кровать Я чувствую Это очень Бесличная форма Поэтому мне Так стою И привет Привет Но это кажется Как Ну и понимаю Что сейчас Новое поколение Они более открыты К этому плану И они могут Уже не так плохо Увидеть Целоваться Целоваться На щеке При первой встрече Когда кто-то Сподзнакомится Ну и спустя Десять лет Я прекрасно Помню Как неловко Были эти моменты И до сих пор Когда я Поснакомлюсь С девушкой Просто говорю Привет Руки назад Чтобы Им не было видно Что я хочу Обнять Целовать Но Ну так Ну и конечно Это и свою Обратную сторону Потому что Мои подруги И с Россией Когда они поедут В Мексику Латинскую Америку Путешествовать Или жить Одна из самых Сложных штуки Привыкать Это то Что когда Они познакомятся С кем-то Они хотят Их целовать Но правда У нас просто Это практика Я думаю В принципе Это можно Очень вежливо Делать Но Понятно Что это Не принято В России И кстати Очень интересно Что я услышал Что раньше В России Было принято Целоваться Три раза На щеке Я практически Никогда Это не видел Спустя много Времени Поэтому Напишите Если это Вы сейчас Поздоровец С кем-то Три раза И пожалуйста Напишите В комментариях Как вы понимаете Что вы уже Можете целовать Эту девушку Да Допустим Когда вы Познакомились Должны быть Количества Какие-то встречи И Нумеросейс И кстати Я прочитал Что это Одна из вещей Который Очень сильно Сотрудняет Делать бизнес В Латинской Америке Это то Что мы Ищем Теплые Отношения То есть В России Вы можете Сразу Говорить О бизнесе И так А в Мексике Как-то хочется Более теплые Отношения То есть Ты не хочешь Чтобы этот человек Ты видел Просто Человек Который Делает бизнес Ты понимаешь Что у него Есть дела То есть Семья Поэтому Ты начинаешь Спросить Ну и Как дела Ты можешь Спросить Как семья И Начинается Это процесс Как-то Снакомства Где Очень часто В Мексике Принято Говорить О семье Спросить Как твоя Семья А в России Это вообще Не принято Когда ты Допустим Это с человеком Который Делаешь Бизнес Или Человек Который Просто Не твой друг Это сложно То есть Я сейчас Здесь прекрасно Понимаю В России Что Пожалуйста Почему ты Трогаешь Мою семью Когда ты Не знаешь Как будто Это тебе важно А с другой Сторон Как латиноамериканец Я понимаю Что ты Не робот Чтобы ты Просто Выполнил Команды Я понимаю Что ты Живой человек И у тебя Есть какие-то Переживания Ну и Наверное Вы помните Другие видео Когда я Рассказывал Какие жесткие Ответы Я получил Когда я Спросил У декана Или Сотрудники Университета Как у вас дела И Ну По-разному Есть люди Конечно Они понимают Что ты Иностранец И радуется Этому А другие Тебя просто Смотрят Как Эй Ты куда Лезешь Это не твои дела Но я вам Точно говорю Что это мы Не спрашиваем На слов Или Просто потому Что мы Хотим Сплетничать Нет Это такая Форма Докасать Нашей Вежливости И Внимание Поэтому Пожалуйста Напишите Пожалуйста Как вы Реагируете Когда Незнакомые Спрашивают Как дела Или Если бы Сами Спрашивают Как дела Потому что Это было бы Очень сухой Разговор Без всякие Это вопросы Или Как лучше Поступать Или Раздражались Либо Если Это У вас Спросили Какой Был Был Ваш Ответ И Нумер Все Ты Последнюю Это Связано С улыбкой И Настроение Как вы Знаете Для нас Принято Уливаться Как дурачиться Выйти С этой Ситуации Через Шуток Ну Я помню Что Когда у Моей Друзей Есть Какая-то Грустная Ситуация Мне говорят Супер Ужасно Просто Грустная То есть Можно Это Пережить Ничего Так Как страшного Ну И Я Начинаю Щутить Чтобы Они Видели Что Всегда Есть Какой-то Положительную Сторон Всегда Есть Посетив Но Часто Мне Говорят Эй Гики Я Сейчас Не До Шуток Или Можешь Это Уже Посерьезно Принимать Поэтому Да Я Понимаю Что В России Иногда Ты Просто Должен Быть Супер Серьезный И Не Шутить Потому Что Там Может Касаться Плохо И Они Могут Думать Что Ты Издеваешься Когда Ты В принципе Только Хочешь Поднять Настроение И Кстати Очень Интересно Я Люблю Шутить Я Понимаю Что Очень Часто Когда Я Шучу В России Единственное Который Смеется Это Я Поэтому Я Могу Сказать Своим Опытом Что Это Уже Не Языковой Варьер Просто Наши Шутки Наш Юмор Бывает Немного По-другому Который Не Очень Часто Соответствует Русский Юмор И То Что Для Меня Может Касаться Очень Смешной В России Просто Никто Не Смеется Ты Просто Как И Мне Очень Нравится Прочитать Ваши Комментарии Пожалуйста Напишите Как Вы Реагируете Когда Просто Человек Уливается Вы Действительно Чувствуете Что Он Просто Тупой И Как Вы Понимаете Что Можно Ощутить Если Правда Вам Работает Когда Вам Грустно Не Знаю Чтобы Было Какие Шутки Конечно Я Имею Ввиду Что Это Добрые Шутки Не Черные Шутки То Правда Цель Это Чтобы Человек Нашел Посидев Через Шуток Поэтому В никаком Случа Мы Постараемся Оскорбить Людям Это Нет Это Чтобы Было Приятно Кстати Всегда Когда Говорю О Человек Который По-моему Было Копье Через Живот То Прям Представляете Такая Ситуация И Он Ходит К Врачу А Врач Спрашивает Убозволит А Он Отвечает Только Когда Смеюсь Вы Знаете Да Когда Мы Смеемся Есть Какой Процесс В Животе Который Иногда Бывает Что Очень Вольно От Смеха И Действительно Это Значит Что Очень Часто Наши Боль Которую Мы Спитываем Жизни Мы Спрячем Через Смех И Это Такое Смех Это Такая Форма Выживания Поэтому Когда Ты Понимаешь Что Есть Какие-то Ситуации Которые Ты Не Можешь Быть От Этой Ситуации Тогда Мы Просто Постараемся Смеяться От Этого И Немного Позитива Просто Принять Или Еще У нас Есть Другая Фраза Примерно Как Не Заплакаться И Это Иногда Я Делаю Когда Мои Студенты Делают Такие Ужасные Шипки По Грамматике Испанского Языка Я Тоже Иногда Прочитаю Смеяться Чтобы Не Плакать Ну И Надеюсь Что Это Видео Вам Понравилось Еще Раз Извиняюсь За Свой Голос Но Я Правда Очень Хотел С Интересные Вещи Пожалуйста Подписывайтесь На Канал Чтобы Вы Могли Получить Уведомления О Новых Роликах Берегите Себя И Увидимся Совсем Совсем Скоро Адвес Аммигос Всем Добра